Анна, мы сейчас наблюдаем очередную большую консолидацию рынка. С точки зрения отношения ретейлера-поставщика, по-вашему, что сейчас может измениться в ближайшее время? Ну, вообще, интересное время. Как говорится, наблюдаем с удовольствием, с большим интересом, смотрим за этими новостями, потому что, конечно, для всей индустрии ретейл-маркетинга это следующие, собственно, все изменения. Мы почувствуем на себе, почувствуют поставщики, почувствуют подрядчики, потому что это, с одной стороны, будет большое количество переделок, перестроек магазинов, перекрашивать фасады, как говорится, в ожидании. С другой стороны, конечно, для поставщиков это будет большое изменение с точки зрения коммуникации с ретейлером. Раньше у них было на два контрагента, получится один, и те, кто уже находится на полке, для них, конечно, это вопрос по объемам и так далее. Но, с другой стороны, возможно, это увеличение количества поставщиков новых, которые смогут в каких-то локальных вариантах оказаться на полках, учитывая, что сейчас идет тренд на локальных производителей в регионах. Я думаю, что есть возможности, есть шансы у этих поставщиков. С другой стороны, у этих крупных ретейлеров, которые консолидируют рынок, у них более налажены истории про коммуникации с потребителем в точках продаж. И это касается и навигации, и рекламных материалов, постматериалов, дополнительных мест продаж. Соответственно, поставщики продукции, они смогут использовать дополнительные возможности в этих точках, вновь которые будут под новыми брендами ретейлера. То есть, получается, сейчас, пока, собственно, событие не произошло, остается только ждать, да? То есть, как-то подготовиться, какую-то себе соломку подстелить нереально? Надо быть, к сожалению или к счастью, очень мобильными и, это не люблю это слово agile, но оно сюда отлично подходит. Нужно уметь быстро адаптироваться к изменяющей ситуации. Но мне кажется, что, учитывая опыт прошлого года, мы с вами готовы ко многому и привыкли жить без соломки, в том числе и поставщики, и ретейлеры, и подрядчики, которые со всеми ими работают. Соответственно, да, есть большой переток в онлайн, есть, с другой стороны, большой переток по онлайн-доставке, по всему. Покупатели меняют свои привычки, покупатели меняют свои привычки по отношению к брендам, к поставщикам, да, продукции. Соответственно, нужно быть готовым, нужно искать своего потребителя, и нужно знать, куда он входит, где он совершает покупки. И только эти знания, они помогут сориентироваться, помогут, собственно, это та самая посоломка, если говорить так уж и сказательно, которая поможет решить вопросы, а что же делать, как же быть. Относительно трендов, вот еще один тренд, который все отмечают, что средний чек вырос, но при этом посещаемость магазинов отчасти упала. Вот с точки зрения рекламной активности в магазинах, как вот этот тренд на ней отражается, что, как ритейлеры под это подстраиваются? Средний чек вырос, количество походов в магазин сократилось, как я уже сказала, часть из них перешли в онлайн, но он офлайн никуда не умер, и, как говорится, никуда он не денется, потому что все равно часть покупателей и ходит, и очень большая часть покупателей продолжает ходить в магазины, и будет ходить продолжать туда. И, соответственно, физическая роль физического ритейла, она просто меняется, она меняется с точки зрения того, что там ожидают покупатели, и представленности, и удобство покупки, и скорость совершения покупки, это варианты снова из прикассы, собственно, сколько касс в магазине, как это все организовано, им должно быть удобно везде. На самом деле это главный ответ, мне кажется, что покупатель привык смотреть на весь путь покупки, как единое целое, где бы он ни делал эту покупку, в телефоне, на сайте, в физическом магазине, в магазине самообслуживания, где нет кассиров и так далее, для него это просто одна точка продаж. И, собственно, нужно сделать так, чтобы было удобно везде, привычно, с тем набором продуктов, за которыми он привык, чтобы он знал, зачем он туда идет, точнее, он знает, зачем он туда идет, нужно, чтобы там это было. И, собственно, с точки зрения поставщика нужно быть там, где туда приходит ваш покупатель, с точки зрения ритейлера, нужно предоставить ему те продукты, тот опыт, за которым он пришел. Здесь, на неделе ритейла, в этом году целых две сессии посвящено устойчивому развитию. Почему такой интерес и как-то связано ли это с событиями последнего времени? Как один из трендов, это, как и многие из трендов, этот тренд на устойчивое развитие в ритейле, в коммуникациях бренд-компании, он пришел к нам из Европы, но мы очень быстро догоняем, это правда. Собственно, так как все крупные международные бренды, компании, они давно прописали в строительство и стратегии цели устойчивого развития, наши крупные ритейлеры также вписали это в топ-5, топ-10 своих целей на ближайшие 10 лет. Это и новые требования, это касается очень многих аспектов всей, собственно, экосистемы бренд-компании и ритейлеров. Это и новые требования к упаковке, о которых люди, о которых ритейл, о которых бренд-компании не стесняются, заявляют, пробуют, экспериментируют, ищут возможности. Это и новые требования к рекламным материалам, к оформлению магазинов. Это, собственно, весь тот reusable, ресайклинг, коммуникации с покупателем, потому что без покупателя в данном случае не обойтись, потому что только он, собственно говоря, голосует рублем за то или иной продукт и за его объемы, за его продажи. Соответственно, почему мы сделали две сессии в этом году в нашем маркетинг-дэе на тему sustainability? Потому что сейчас очень много действительно активности и со стороны производителей, и со стороны ритейлеров. Они призывают покупателей все больше быть осознанными, все больше осознанно относиться к тем покупкам, которые они совершают, к тем продуктам, которые они покупают, употребляют и так далее, пользуются каждый день. И покупатель немножко начинает, благодаря, собственно, этому симбиозу, этим коллаборациям, покупатель начинает более осознанно относиться, он начинает включаться в эти процессы, он начинает понимать, что от него тоже что-то зависит. Это, на самом деле, очень здорово, потому что это идет в ежедневные наши привычки покупательские, это не идет откуда-то законодательно для покупателей, я имею в виду сверху там, да. Это, собственно, то, с чем мы сталкиваемся все мы каждый день. И здесь именно маркетинговые, как коммуникации, именно, может быть, сначала какие-то поощрения, может быть, какие-то бонусы со стороны брендов и ритейлеров, они действительно способствуют этому включению. А дальше это привычка, это уже понимание, зачем это делается, и, собственно говоря, и так мы все, может быть, действительно достигнем этих целей. Этот процесс, он получается односторонний, то есть только ритейлер учит покупателей, условно, учит в кавычках, как правильно, какую упаковку брать, или и от покупателей есть запрос, например, не знаю, брать, например, молоко только в то, в которое перерабатывается. Есть ли такие кейсы, скажем так? Пока что в России я боюсь еще таких кейсов немного. Есть, конечно, молодое поколение более, с одной стороны, оно более осознанно к этому относится, с другой стороны, самое старшее поколение, они еще прекрасно помнят, как они сдавали бутылки или приходили со своими бутылками, там, из-под молока, из чего-то там, в магазин, да. Собственно, сейчас мы видим все те рефил станции, которых говорят, кто-то уже даже внедрил их, да, когда можно, собственно, использовать в упаковку многоразово. И, собственно, часть тех, как это, не трендов и не инноваций Советского Союза, которые были, да, в ходу, они сейчас приобретают в новый смысл, и когда ты в Европе видишь продающиеся мешочки тканевые под фрукты и овощи в магазине, это как идет, как что-то новое, что-то необычное, что-то направленное на sustainability, на устойчивое развитие, на вот эту вот все заботу об окружающей среде. А это авоська, которую мы с вами еще прекрасно помним, и которая кто-то там, да, в детстве еще с ней ходил, а старшее поколение прекрасно, как говорится, может где-то еще достать из сентресоли и начать пользоваться, и она, главное, не утеряла своего внешнего вида. Вот, поэтому это то самое забытое старое, которое сейчас уже новое, но которое, наконец-то, обретает смысл, зачем это. Это не вопрос, там, экономии, да, это вопрос осознанного потребления, это вопрос осознанного отношения к окружающей среде, и к самим себе, и к своему окружению. Что такое вопрос? Направлений маркетинга, в принципе, много, вот без чего сейчас ритейлеру невозможно жить? Вы знаете, скорее всего, невозможно жить, находясь в вакууме, только соблюдая свои, как говорится, цели и интересы. Я считаю, что сейчас очень хорошая история, время для коллабораций. Мы на нашем рынке российском это прекрасно видим. Очень много взаимодействий брендов и ритейлеров, совместных проектов, направленных по-разному абсолютно, да, про устойчиво-развитие мы там поговорили с вами только что. Они касаются вот эти все коллаборации очень многих аспектов и маркетинговых, в первую очередь. И это здорово, во-первых, это не, наконец-то, там, да, не война миров, это, наконец-то, какое-то совместное творчество, чтобы, потому что сейчас одному не выжить, и особенно, да, в прошлый год, опять же, он такой, мне кажется, заставил задуматься многих, даже тех, кто немножко это по-другому расценивал. Сейчас есть смысл совместными усилиями решать какие-то интересные вопросы, интересные проекты делать, реализовывать, вести коммуникацию с покупателем, потому что для покупателя важны... С одной стороны, покупатель легко переключается с любого бренда, если это будет бренд ритейлера или бренд поставщика, он легко может переключиться. Но заслужить это доверие вдвоем легче, чем в одиночку, потому что, потому что так интереснее, это как-то привлекает покупателя. И вот я думаю, что это, конечно, есть очень много брендов молодых, которые небольших компаний, бренд-компаний, производителей, да, которые начинаются онлайно, которые ведут свои коммуникации, начинают с Инстаграма, они там зарабатывают себе очень крутую аудиторию с точки зрения количества, лояльности и так далее. В данном случае только давайте подумаем, что Инстаграм – это тот же ритейлер. По сути, только это онлайн-ритейлер, да, это платформа, на которой можно привести коммуникацию. Но по опыту европейскому, по мировому опыту, могу сказать, что в один прекрасный момент, если действительно это все успешно, они все равно выходят в офлайн. И эти бренды, они открывают монобутики, поп-ап-сторы. То есть это те самые временные магазины, которые физически, опять мы возвращаемся в физическую реальность, потому что все равно это та самая коммуникация с покупателем, которая очень быстро получает обратная связь. Это все равно тот экспириенс, который можно дать покупателю в офлайне, пусть это будет небольшое количество времени, 2-3 недели, месяц, или это какая-то сезонная история, сезонная активация, но это то, что прекрасно работает даже для онлайн-производителей, назовем это так, тех, кто привык коммуникации завести в онлайн, с вами покупать. Спасибо большое, что вы нашли время к нам заглянуть. Приходите 3-4 июня к нам на сессии Marketing Day, будем рады, будет много интересного.